Михаил Михайлович, первый вопрос. Многие западные политики сейчас и газеты пишут о том, что Путин, которого мы имеем сегодня и которого мы видим сегодня, и Владимир Путин, который был 15-20 лет назад и с которым встречались западные политики, человек, который выступал в Бундестаге на немецком языке, это две разные личности. Вы это мнение разделяете? Ну и не только разделяете, это мое мнение. Я работал с Путиным 20 лет назад, 4 года работал с ним и вижу, что сейчас происходит. Конечно, я полностью согласен, люди правильно это оценивают. Я это говорю уже много лет. Это так и есть. Совершенно другой человек, это не тот Путин, который поддерживал реформу моего правительства. Это Путин, который пытается восстановить элементы Советского Союза, включая внутреннее состояние, такое как контроль общества. В тот момент, когда вы с ним работали, когда вы с ним тесно общались по работе, что-то указывало на то, что он поменяется до такой степени? В самом последний год, да, это было. Последний год нашей совместной работы уже начались. Начались у нас разногласия, в том числе публичные, значит, присутствие множества министров. Это были разногласия, прежде всего, по отношению к Украине и Белоруссии. Это были разногласия по газовой реформе, которую Путин не позволял моему правительству провести. Газовая реформа, которая, в числе прочего, предусматривала и расчленение Газпрома на добывающие и транспортные составляющие. В то время у нас начались разногласия, и уже тогда было очевидно. Путин очень не хотел, чтобы я в своих отношениях с Украиной вел с ними диалог на равных, как с равной страной, такой же, как Россия. Это очень не нравилось. Он считал, что она не полностью состоявшаяся, тогда уже было неясно его отношение к этому. Вот интересно, что вы упомянули Украину в свете ваших разногласий тогда, 20-летней давности. Почему для Владимира Путина Украина играет такую огромную роль? Почему она занимает такое важное место в его политике, в его повестке дня? Скажу честно, в то время я не понимал, какую она роль занимает и что это означает. Сегодня мы видим, что у Путина очень искаженное мировоззрение. И он считает, что эти страны, страны бывшего Советского Союза, республики бывшего Советского Союза, они не до государства, и они должны быть опять возвращены в орбиту влияния Москвы. И он как бы свою придумал себе эту миссию и сам пытается ее исполнять. Вы видите аннексию Крыма, и Крым для него это просто какой-то такой фитиш уже. И безусловно, одна из целей сегодняшней брутальной войны, это, конечно, заставить Украину, а затем и мир, признать Крым российской территорией. Что не происходило 8 лет, и теперь уже понятно, что этого не произойдет. Вы как-то можете объяснить или понять поведение нынешней элиты в Москве из того, что вы, может быть, слышите или знаете от ваших коллег, знакомых, друзей, которые живут в России, работают в России? Почему такое молчание сейчас в обществе? Почему никто, кроме Олега Тинькова, насколько я понимаю, каких-то отдельных совершенно личностей отчаянных, почему никто не критикует эту войну? Почему все молчат? Ну, кого вы имеете в виду? Крупный бизнес? Элиты кого вы называете? Или депутаты Госдумы? Бизнес-элиту. С депутатами Госдумы более-менее все понятно, но бизнес-элита. Бизнес-элита, конечно. Я думаю, что те, кто уже расстался с Россией, те критикуют. Их немного. Они в основном в Лондоне находятся. Или там где-то в других западных странах. Но те, чьи активы еще находятся в России, кто еще не успел распрощаться с путинским режимом и его оковами, те, конечно, молчат. В надежде, что удастся сохранить свои активы, сохранить свои деньги, свои капиталы. Я это вижу. Оправдание только такое. Я как бы не слышал никаких других объяснений с тем, чтобы поддерживали эти люди, между крупными бизнесменами поддерживали Путина. Такого нет. Вы были министром финансов России, вы были премьер-министром России. Вот с этой точки зрения, как вы оцениваете разрушительность или эффективность санкций, которые введены в результате военных действий в Украине? Насколько эти санкции будут разрушительными и в какой срок они начнут действовать? Ну, первое, что я хочу подчеркнуть в свои наблюдения, что Путин, конечно, не ожидал такого масштаба санкций. Да, эти пакеты, 5-6 пакет сейчас будет еще принят, видимо, в ближайшие дни. Конечно, они носят разрушительный характер. Сейчас это относится прежде всего к финансовой системе, но уже набирают обороты проблемы в экономике. И разрыв тех производственных связей и уход почти что всех иностранных компаний. Вот Сименс вчера было объявлено, что уходит так же. А это серьезное вложение, серьезный капитал и серьезная часть российской промышленности представляет эта компания. Безусловно, уход этих компаний – это большая проблема для производства, для экономики в целом. Ну, и включается тоже еще подстегивание безработицы, поскольку тысячи, тысячи, тысячи людей остаются без работы. И сколько правительство в этих условиях сможет сохранить какую-то внутреннюю стабильность? Ну, сейчас вот я вижу, что правительство находится, и министр находится в ожидании, в состоянии такого ожидания. Они не предпринимают никаких действий ни в одну, ни в другую сторону. В одну сторону – это, значит, возвращение к ситуации, которая была до войны. Понятно, что это невозможно пока Путину власти. Другая сторона – это дальнейшие шаги по превращению России в что-то в квазисоветский союз. Уже к этому что-то готовится, уже даже сбрасывается идея создания госплана теперь с современными технологиями и так далее, и так далее. Но никто пока ничего не делает. Я думаю, что осенью, если все наблюдают и не понимают, что надо делать, к осени будет ясно, что будет происходить, поскольку все действия, которые уже сегодня происходят, действия Центрального банка и правительства, они сводятся к тому, к обеспечению большей закрытости. Конечно, вопрос по тотальному контролю общества уже практически работает. Это необходимая вещь для, скажем, функционирования закрытой страны. Да, уже, конечно, крупный бизнес ставится практически под контроль, под контроль власти. Весь частный бизнес крупный, включая денежные потоки. Следующая часть – это, конечно, ведение госплана. Но пока я вижу, что это пока в полушуточном режиме обсуждается, поскольку никто не хочет и никто не верит, что до этого может дойти. Все надеются на что-то такое, вдруг рассосется, что-то случится. Но люди уже чувствуют сейчас, и в ближайшее время они будут чувствовать еще сильнее. А к сентябрю, когда закончится лето, и они вернутся с своих дачных участков, выкопают картошку и свеклу, вернутся домой и увидят, какие цены вновь будут в магазинах. И они, конечно, будут в шоке. И этот шок, конечно, начнет уже их приводить в состояние непосредственно требования дать четкие ответы на вопросы, на которые пропаганда сегодня отвечает пропагандистскими лозунгами об окружении врагами. Но уже очень скоро это уже не будет срабатывать. И люди не будут верить этой пропаганде. И, конечно, эти вопросы заставят людей переосмысливать отношения к власти и к Путину лично. Как вы считаете, возможно ли страну, которая последние 30 лет прожила в условиях более-менее рыночной экономики, банковскую систему, экономическая система, которая была на рельсе рыночной экономики переведена более-менее, за одно лето, за полгода вернуть в состояние госплана и в состояние командной экономики? Ну, еще это не произошло. Пока еще страна живет в состоянии квази-рыночной экономики, поскольку разорваны внешние связи. Россия фактически экспортно-ориентированная страна. И больше половины процентов доходов это страны от экспорта. Поэтому санкции, конечно, бьют очень больно по состоянию финансовой системы и экономики, как я уже вначале сказал. И, безусловно, это будет совершенно чувствительно и ощущаться будет каждым. Сегодня экономисты это понимают прекрасно. И сегодня уже видно, что курс рубля уже является искусственным. Никаких торгов уже не происходит. Просто имитация состояния финансовой системы. Курс держится, например, такой, который устраивает Минфин для исполнения бюджета. Он держится в коридорах, которые были запланированы, на которых рассчитывался бюджет этого года. Поэтому все так и останется. Это уже один из признаков полной изоляции. Но, как я сказал, сейчас еще не перешли на плановую систему. Это невозможно. Поэтому мало кто еще умеет это делать. Но очень скоро это будет вынуждено. То есть Россия может пойти по пути Северной Кореи. А если сейчас будет принят шестой пакет санкций с эмбарго на покупку нефти, это будет сильнейший удар. Сильнейший удар. Сегодня Россия получает примерно 1 миллиард долларов в день. В день доходов от продажи нефти и газа. И большая часть это нефти. И если эта эмбарго будет наложена, то, конечно, это очень в короткий период времени сожмет все способности правительства поддерживать экономику на плаву. И тем более жизненный уровень граждан, поскольку доходы населения в этом году упадут еще на 8%. Они уже падают 8 лет подряд и уже упали на 25%. Сейчас еще 8% добавится. Но вы понимаете, какое состояние людей будет. Хотя, конечно, половина населения, которое жило и живет бедно, они не сильно будут чувствовать это. Они живут на своих огородах. А вот средний класс в крупных городах будет очень чувствовать это, то, что происходит. Они вынуждены будут поменять вообще стиль своей жизни кардинальнейшим образом. В этом контексте, насколько подушка прочности или подушка безопасности у правительства финансовая, насколько ее хватит, если будет введено нефтяной эмбарго? Ну, это будет, конечно, уже катастрофические последствия. Вы ведь и знаете, что большая часть международных резервов Центрального банка заморожена. Те, что остались, это в основном китайские и золото. Но золото, находящееся в России, ты уже никуда не реализуешь. Поэтому можно сказать, что резервов практически уже работающих нет. И если потоки ежедневные, текущие потоки иностранной валюты прекратят поступать в Россию, то это будет, конечно, серьезным ударом. Это означает печатание денег. Инфляция уже прогнозируется. Я с этим согласен полностью. Мои коллеги тоже подсчитали согласно с этим консенсусом экспертов, что будет 20-22% инфляции. Это общая инфляция. Это рассчитанная по международной методологии, где берутся 2000 товаров и услуг для расчета. А если мы подсчитаем инфляцию на 4 вида расходов, которые большинство населения России использует, или тратят деньги, это продовольствие, медикаменты, жилищно-коммунальные услуги и транспортные услуги, то инфляция получится процентов 40. Поэтому люди это чувствуют. И экономисты, даже работающие на Путина, прекрасно это понимают, куда мы идем. Все просто боятся двигаться в одну или в другую сторону. И в этом контексте, что нас ждет? С одной стороны, мы имеем в виду российское политическое руководство Владимира Путина, который не привык, не хочет отступать и не намерен отступать назад, и он не знает, что такое отступление. С другой стороны, мы имеем Украину, которая при поддержке всего западного либерального цивилизованного мира, при военной поддержке, надо отметить, в общем, сражается довольно-таки героически, надо сказать. Что в этой ситуации нас ждет? Бесконечная война? – Однозначно, героически, да. Это будет затяжная война, которую Путин хотел, но Запад среагировал правильно и вовремя. Фактически, поставив ленд-лиз и многомиллиардную поддержку Украине, не только военным оборудованием, но и доставкой, поставкой различных товаров, которые необходимы экономике в этот период, в военный период, чтобы экономика выживала у Украины. Это фактически борьба потенциалов, борьба экономических и военных потенциалов. И с такими санкциями потенциал путинской России будет уменьшаться с каждым днем. Это означает, что через несколько месяцев Украина получит экономическое преимущество, получит военное преимущество на поле сражения. Это означает, что Украина победит. Это означает, что Путин будет выглядеть побежденным. Это означает, с его ощущением мира, с искаженным представлением о мире, И люди, которые следят за ним, они будут видеть, что он побежденный. И начнется изменение. Изменения начнутся быстро в России, в Российской Федерации. Прежде всего, в окружении Путина и в армии. Люди, которые не будут так поддерживать Путина, которые поддерживают. Они и сейчас не очень поддерживают. И с небольшой охотой офицеры идут воевать. А многие отказываются воевать. Я не говорю уже о контрактниках, которые были обмануты просто. Поэтому ситуация будет меняться быстро. Поэтому победа Украины и психологическая победа Украины это фактически серьезный удар по путинскому режиму. И будет смена режима в России руками россиян. Вы сказали люди, которые сидят за Путиным. Что это за люди? Ну, прежде всего, это служба безопасности. Это все силовики, руководители этих ведомств. В широком плане руководители не один, два, а десятки людей, которые за ним. И, конечно, то, что называют сегодня в России глубинный народ, это народ, оболваненный пропагандой. Это примерно 50% населения, которые или не имеют доступа к интернету, и поэтому не имеют возможности сравнить одно мнение с другим. Или те люди, которые имеют возможность к интернету, но он очень дорог для них. И поэтому они его используют только для разлека, что называется, для развлечений. Но не как источник информации. А вот жители, средний класс, жители крупных городов используют интернет каждый день. И среди этих людей поддержка Путина никакая или минимальнейшая. За последние 2-3 месяца из России уехали тысячи людей. Было буквально бегство. Самолеты целые вылетали в страны ближнего зарубежья, в республики СНГ, в Турцию и так далее. Вы сами, насколько я понимаю, находитесь за пределами России. В этой связи какое влияние имеет либеральная оппозиция, которую вы наверняка тоже представляете, которую вы себя наверняка причисляете, на происходящее в стране? Ну, очень простое. Наша задача и обязанность это просвещать людей, давать им свои оценки происходящего внутри страны и за рубежом. Это задача любого политика. И мы постараемся это делать в силу своих возможностей. У меня уже из моей партии, партии народной свободы Парнас, уже 3 человека сидят в тюрьме по новым статьям. По новым статьям об клевете, или как там называется, так сказать, о нераспространении лжи, о властях и вооруженных силах. Уже 3 человека уже сидят под уголовным преследованием, в тюрьме сидят уже, в следственных изоляторах. Поэтому зачистка общественно-политического пространства идет очень быстро. И наша задача, конечно, использовать остающиеся возможности для того, чтобы доводить до людей эту информацию, давать оценки и скрывать ту ложь, которая несет пропаганда, для того, чтобы люди имели возможность понимать, что все-таки происходит. Насколько я понимаю, вы не разглашаете место, в котором вы сейчас находитесь, правильно? Ну да, я нахожусь в Европе, но не разглашаю людей, хотя это несложно вычислить. Вы опасаетесь за свою безопасность? Ну, я жил до войны, до этой войны жил в России, все эти города, никуда не уезжал. Я имею в виду, жить, и вы знаете, у меня преследованные стороны режима были регулярные, и меня и там краской обливали, и торт на голову одевали, и в оптический прицел снайперской винтовки помещали, и пытались физически воздействовать на демонстрациях и так далее, и так далее. Но когда приняты были эти законы, которые сейчас я упомянул, о тюремном заключении, там, сроком до 15 лет за распространение лжи, а это означает говорить правду, тогда я принял решение временно вынужденного уехать из России, для того, чтобы не подвергать себя этому риску, который, я считаю, неоправданный риск. Риск оправданный, неоправданный усилий для того, чтобы оставаться и попасть в тюрьму за то, что ты говоришь правду. И чем вы сейчас занимаетесь? Вы ведете какую-то политическую деятельность? Я нахожусь в контакте со своими соратниками ежедневно, безусловно. Ваш прогноз, Россия через год какой будет? Через год мы будем как раз, я думаю, в стадии трансформации. В стадии трансформации. Все завершится, я думаю, через полтора-полтора года. Если сейчас поддержка Украины мировым сообществам будет последовательной, и Украина сплотит, скажем так, восстановит свои силы, утраченные на поле боя последние месяцы, с поддержкой Запада, я, безусловно, героизм украинского народа, значит, армия, безусловно, приведет к улучшению ситуации и дальнейшей победе. И, безусловно, это ключ. Во-первых, это защитит всю остальную Европу от агрессивного Путина, а во-вторых, это ключ к его уходу. Россия будет трансформироваться в сторону Северной Кореи или в сторону европейской страны? При Путине она будет трансформироваться в сторону Северной Кореи. Потом, в любом случае, даже кто бы ни был изначально, не сменил Путина, я думаю, что через один-два электоральных периода Россия вернется вновь на построение, на путь построения демократического государства с нормальной рыночной экономикой, я убежден в этом. Федеративное государство. Очень важно, что федеративное государство, поскольку Россия очень многолика, и попытки, что делает Путин, создать унитарное, фактически вертикаль власти, это и есть унитарное государство, такие усилия приведут, конечно, к желанию распада, желанию отсоединения некоторых частей России. Но федеративное устройство, реальное федеративное устройство, то, что есть в программе нашей партии Парнас, если так будет выстроена конструкция государственная, то, безусловно, Россия будет процветающим в далеком будущем, может быть, не в очень далеком, но в будущем процветающим многонациональным федеративным государством. Михаил Михайлович, огромное спасибо. Спасибо вам с удовольствием. До свидания. Продолжение следует...